Ну, конечно, не все у нас получается, поэтому расскажу, что у нас не получается. Значит, обратился к нам клиент. Это шток от какой-то очень дорогущей вилки. Есть вот такой вот у нее наконечничек, и когда клиент его откручивал, он его вот так вот отломил. В принципе, сделать эту штучку вообще не проблема. Проблема в другом. Смотрите. Эта штучка запрессована на вот эти точки. Эти точки, соответственно, высверлили. Пытались вынуть дальше этот шток, а он еще и завальцован по кругу. Соответственно, эта хрень сделана полностью неразборной. То есть вот эту вот деталь, сделанную из самого-самого мягкого дешевого алюминия, вытащить нельзя из этого штока, не повредив сам шток. Все. То есть вот специально сделана неразборная такая конструкция. К сожалению, починить ее нельзя, хотя изготовить эту штучку можно. Другой клиент обратился к нам с изготовлением багажника. Сделал он вот такую красивую, классную рамку, ровно с геометрией и так далее. Начали мы ее, значит, сваривать. Прогорает, затекает, его ведет. Вот так вот это все расплавляется. То есть слишком тонкая толщина трубки. И самое главное, что это очень плохой, скажем так, материал. Он не варится, то есть он просто прогорает. Это у нас идет тикс-варка с присадкой, с флюсом, со всеми делами в среде этого газа. К сожалению, ничего не получилось. То есть все вот так вот испохабилось, повело ее. То есть вот здесь поставили точку, начали варить с другой стороны, она ее просто начала рвать. То есть был бы материал потолще, был бы материал более из нормального, скажем так, алюминия, а не из какого-то торсырья. Это все получилось бы. Вот, к сожалению, не смогли мы с такой тонкой трубочки сварить ничего. Остальные трубочки, к сожалению, в магазинах в ближайшей доступности не продаются такие тонкие. Вот такие пока у нас неудачи в этом году. Субтитры сделал DimaTorzok